раз-два-три раз-два-три, все хорошо, да ну что, ребята, всем доброго дня дамы и господа, мальчики и девочки большие и маленькие любители игры тут и два с вами UCC Studios, с вами Дмитрий сэр Нельсен и я приветствую вас на втором матче сегодняшнего дня в рамках турнира H-CAP встречаются у нас две команды, команда Ньюби и команда CDC Avengers счет серии пока 0-0 Best of 3 серия, поэтому нас ждет достаточно много большой и интересной дотки ну что, вообще уже, блин заканчивается вторая стадия пиков, давайте быстренько перечислим, кто пикнут, кто забанен в бане Фурион, Энчантрыс, Дарксир, Эншн Паришин, CDC Avengers, забанили Эр Спирита, Баунти Хантера, Фейслес Вайда и Мрут Мазер, Инвокер, Спектра, Феникс четвертый пик сейчас очень хорошие уже герои, пикнутые у CDC Avengers ну и Дэв Профит, Леон Висп с Бристлбэком от Ньюби та самая короночка МВП Феникс Бис плюс Бристлбэка Куво на Бристлбэке и о боже, дай бог памяти, на Виспе кто же там играет, в общем самая и классная связочка короночка, которой они выбивали множество хороших команд с турниров в свое время они выбивали в Виртус Про с Интернешнл нет, вру, не с Интернешнл в общем где-то они выбивали Виртус Про, я помню своим Бристлбэком с Виспом неубиваемая у них эта связка самая лучшая, неконтрящаяся у них сумасшедший Винрейт у МВП Феникс не знаю как у Ньюби у Ньюби с этой связочкой я еще не видел вообще поэтому будет интересно посмотреть Ньюби с Бристлбэк с Виспом против CDC Avengers это Вичдоктор популярный в последнее время суппорт в общем-то ничего необычного великолепнейший стана в виде касок сумасшедший ультимейт и хил в Вуду Ресторэйшн хил, хил, хил это всегда круто хил никогда не бывает лишним не найдете вы ни одного пика где можно было сказать но вот тут хил будешь лишним конечно если у вас уже фик состоит из пяти хилищих друг друга персонажей минус Герокоптер который сейчас как-то примиукал странно ну что ж минус Герокоптер минус Doom от команды Ньюби ну и пятый пик кого тут можно добрать в основном вопрос стоит только в том куда отправиться Висп с Бристлбэком на Изи же Лайн либо же на Мидл Лайн просто пикнута Баньша это меня немного смущает вряд ли конечно в Хард можно конечно попробовать Бристлбэк, Леон плюс Висп все это в Харду отправится ну я сильно сомневаюсь хотя в спектре самое главное не дать фармить а вот эти ребята как никто не дадут фармить в спектре единственное что минус Вичдоктор будет стоять и он даже вот вот Спектра с Вичдоктором спокойно смогут отстоять Лайн Висп Леон Бристлбэк ну и добирается еще Джекернаут все таки это Бристлбэк с Виспом в Хардлайн ну наверное с Леоном Джекернаут мне кажется и сам спокойно справится против Хардлайнера не знаю Феникс Хардлайн Феникс Саппорт мы сейчас это увидим через несколько буквально минут всем огромный привет дамы и господа 500 человек нас это здорово 575 надеюсь что никаких проблем не будет вначале были проблемы то есть в прошлой трансляции сначала были проблемы с хитбоксом который не давал мне нормально стримить потом были проблемы с китайскими серверами сейчас вот модератор который зашел он меня прекрасно понимает надеюсь что сейчас мне китайский великий китайский фаервол даст посмотреть эту игру без лагов не хочу не хочу так скажем рестримить не хочу делать какие-то другие манипуляции хочу просто смотреть сидеть дотку и показывать ее самое главное показывать ее вам шейкер последним пиком ну что ребята пока игроки рассаживаются по своим персонажам обязательно обязательно зайдите по ссылочке которую видите справа на чат в.к.к.com слэш уссс дота это наша группа нашей студии наша группа нашей студии в шапке закреплена запись о розыгрыше арканы на легионку вы ставите лайк и подписывайтесь на группу и 15 апреля будет розыгрыш так будет розыгрыш и вы сможете поучаствовать и даже возможно выиграть так что ребята не упустите свой шанс выиграть замечательную аркану на легионку мы поехали смотреть игру сидите венжер джун играет на спектре кси евро шейкер юксал играет на фениксе монет инвокер и флайбай ну или флейби вич доктор ньюби кака ио хао джаггернау чуань леон кпи играет на брестолбек и ему играет на дэд профит сумасшедший конечно состав у ньюби я думаю никто не будет с одной спорить здесь они выглядят гораздо сильнее своих противников интересная игра от экселя вы посмотрите где он находится где он ставит в арт кака что-то знает но он его не видит нет видят все таки ну что пошли размены ну и конечно на икару сдавит ой как неудачно улетел феникс залетает на хайграунд не знаю будет ли вы здесь убивать или даже не знает где он находится скорее всего вообще даже просто не знают ну что сидите просто забирают нижний нижнюю руку забирают не думаю что здесь какао вместе с брестолбеком смогут что-то противопоставить наверху спокойно забирает товарищ му свою руну и уже я так понимаю едет бот а не только фласочка пока только фласочка как-то да я что-то переборщил немножко с батлом ноль талисман куплен фэри фаер веточка да сильно сомневаюсь ну что противостояние достаточно уже стандартное мы уже к нему ой как привыкли инвокер против дэв профит видели мы уже тысячу раз все эти тысячи фраз которые были сказаны по поводу этого противостояния в миддлэйне ну что давайте переключимся наверх айр шекер харде будет стоять против джиггернаута с целионом большие проблемы здесь будут токсин нужно быть крайне осторожным просто максимально осторожным как только можно быть для того чтобы не нафидить все-таки ты милишник причем очень неповоротливый очень такой прям такой силовик милишник который может очень сильно пострадать от джиггернаута вместе с леоном что у нас харде бристлбэк вместе с виспом от ньюби очень интересно будет посмотреть не знаю это был какой-то выход от какао на флайбай очень интересно джун будет спокойно себе фармить мне кажется здесь понятно что у спектры не будет здесь проблем ну и еще один саппорт феникс пока который занимается отводами стаками и сейчас отлично отвел хотя не совсем понятно зачем опять же джун ну по таворам добьет в общем-то несколько крипов несколько пропустит я не думаю что это прям очень уж важно что у нас в миддлэйне пока му просто чрезвычайно сильно обгоняет своего оппонента монета по по монетам по крип стату два добита крипа у инвокера у му аж целых восемь но сейчас пошли фаржи ему конечно крайне неприятно но есть фэрифайр есть фласочка так что му тут не сильно страдает форж хочет сбить фласку но не слишком не слишком быстрый форж для того чтобы догнать дэст профит это понятно пи вместе с нижнюю руну ну и флайбай конечно пытался тут помешать не получилось 800 человек огромный всем привет я очень рад вас видеть на моей трансляции на трансляции нашей студии так инвокера проседает достаточно серьезно но задувочка отму на второй на 2 на 8 выкачет на 150 урона не думая что монет так сильно прямо расстроился из-за этого сейчас три раза поставит класс и все уходит ну классно тут играет отгоняет монет спирит сифонами и мы видим что по-прежнему 4 крипа инвокера и уже 13 у дэд профит пока дэст профит выносит своего оппонента по мидллейну в салатину сделать здесь ничего не получается классно что не фигит шейкер для конечно любители команды cdc avengers я думал что он уже пару раз к такой минуте погибнет все-таки стан хекс все такое так у нас и сурка заезжает так ну нормально в общем отгородил себя ну чуань тут конечно сильно просела не думаю что были бы какие-то наверное даже ауты здесь так кака выходит на монет отлично асвол замедляет обоих и монет успевает съесть фэрифар но не помогает ему это ферстблад для кака хороший выход от виспа бросил своего брестелбека но это принесло свою пользу это ферстблад на инвокере при том что инвокер и так проигрывает свой миддл лейн это конечно чрезвычайно классно для любителей команды ньюби чуань пока стоит ну сложновато конечно чуаню все-таки это леон 1 армор 500 хп крайне хиленький персонаж он тут даже от фиссурки второго уровня просаживается не горюй просто очень сильно висп по-прежнему остается с дэдпрофит интересное решение ну и я думаю что сейчас будет выход какой-то на инвокера но нет пока нет 900 человек шекер приобретает себе сол ринг ну теперь он может по кулдауну просто кидаться своими фиссурами класть фиссуру может на джаггернаут вместе с леоном ну он в принципе до этого на них клал но фиссуру я имею ввиду конечно фиссуру ребята вы что не фиссуру только фиссуру ну на 6 уровне прокачивает то ли спирисифон то ли задувочку в общем экзорцизм пока не берет ну достаточно редко встречишь Death Profit который на 6 уровне берет экзорцизм это скорее исключение чем данность flyby большие проблемы минус видж доктор отличный выход от леона стянулись стянулись игроки команды CDC Avenger для того чтобы убить му но му в ответочку убил одного из них ну а кпи начинает гонять спектру как же неприятно вынужден потратить феникс свой санрейт для того чтобы пробить кпи но вы слышали да в эту спину как бьется забавный звук выход мол фиссура была потрачена у кси нету ультимейта пошел спирисифон замедлен серьезно кси там есть ли задумочка да есть есть еще crypt swarm ну и вот он выход от чуаня который пока ничего полезного по игре особо и не сделал но он не дал умереть своему кэри уже неплохо хотя я думаю джаггернаут бы не сильно расстроился если бы его начал нападать шейкер все таки это шейкер это джаггернаут кстати оставляют джаггернауту кстати о птичках джаггернауту оставляет по фарме 37 добитых крипов до первого места по натворцу и там погибает у нас внизу феникс да этот фраг немножечко пропустил не ожидал я не ожидал что вообще здесь будет сделан фраг я вообще оставил там в покое жду жду когда будет экшен на миддлэйне и ну вот брестолбэкс вместе с виспом так не думают говорят здрасте мы ваши тети или кто вы там дяди в общем то убивают феникса очень просто и легко возможно даже кстати джуно подцепят если сейчас к пи рискнет но джун все прекрасно понимает чувствует чувствует что на него могут выйти и могут ему накостылять хорошо здесь играет спектра чуань выходит стан только по флайбе ну это хекс это минус вич доктор во второй раз 0-2-0 ну и ньюби пока конечно серьезно доминирует в этой карте я даже не знаю ждем выхода от шекера пожалуй нужно срочно получать где-то свой шестой уровень для того чтобы хоть как-то сражаться против этих ребят пока я вообще опять же не вижу большие проблемы у монета восьмая минута до тысяч колды до медаса мы все прекрасно понимаем что если там до 15 минут хотя бы соберет инвокер медас то у него все будет нормально он в любом случае потом выйдет на первое место по творцу и у него все будет хорошо ждем только когда это появится потому что CDC Avenger пока ну выглядит слабо возможно конечно за счет пика все-таки это спектра это фармящий инвокер это шейкер который по понятным причинам не может качественно стоять свою линию конечно возможно дело в этом ну а возможно то что ньюби со своими грамотными примещениями субпортов то что постоянно ли он куда-то ходит то что вис прилетал на миддл лейн убивал инвокера возможно за счет этого пока ведут ньюби американского акцента вы имеете ввиду букву R типа нет ребят никакого американского цвета пошел хаун большие проблемы у Чуаня Чуань дает хексы на хосте бежит Леон жить хорошо не выживать к сожалению на экзорсизм убивает инвокера будет ли еще попытка кого-то убить Кси уходит приходит сюда джаггернаут добивает феникса ну и очередные два фрага в копилочку ньюби но этот вот Леон который побежал туда потом сюда это конечно призабавнейшее зрелище я вам скажу 1.6 600 голды зарабатывает ньюби ну и классно опять же все было сыграно вовремя подключился джаггернаут если бы получилось еще подцепить шейкер то пожалуй вообще бы было бы совсем все классно но шейкер успел уйти ну и ньюби продолжает давить напишите кстати коэффициенты по лаунжу кто там фаворит я так понимаю ньюби фавориты все таки как-никак как-никак у Чуань как-никак Хао вопрос мне кажется тут больше вообще практически нет смоки юзаются попытка выйти на спектру нету у Леона 6 но пожалуй это наверное даже не обязательно потому что есть у Мнислэшу Хао Джун правда со своими крипами рядом так что у Мнислэш тут повезет не повезет хотя бы два удара будут по Джуну с Умнислэша они его убьют тем более потрачен еще и даггер самое время нападать Чуань нужно просто дать стан достать до него ооо подходит еще ему да это станщик это просто раскрутка даже без он его будут забирать очень во время подтягивается Му но я не знаю очень хорошо играет ньюби мне кажется ни у кого здесь претензий по поводу того как передвигаются суппорты как передвигается мидер команды ньюби претензий вообще никаких нет все очень классно все очень здорово попытка выйти на флайбе подходит монет начинает размевать кака кака большие проблемы пошел санрей ну и подхиливается кака со стиков ну и погибает феникс вот так вот кака выживает уворачивается от санстрайка 9 ностакалась тычек с фарджей так джун выход и китайский фаервол сказал хватит насмотрелись доты вы достаточно ну все ну хватит уже не смешно все 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 так ну выход на флайбе от хао флайбе 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 очень больно воду ресторейшн живет все таки успевает есть стики стики под под грейженой ну и хао большие проблемы слишком далеко зашел ну как бы чревато между идти между тир 2 и тир 3 попытка попытаться убить видж доктор хороший сайланс ну и неплохие каски тут же в ответ и к пи вынужден отойти просто очень забавный айтем билд у к пи вот такой вот артефакт приобретает себе бристлбек я думал что соберет его висп но нет однако я был неправ падает вышка графетка ломает эту вышечку кси выходит неплохое хаслэм му все таки сбривает за счет санстрайка но к пи бешено носит тут подходит монет но можно хотя бы убить чуаня было бы очень неплохо какая прилетает есть релакит а релакит кстати есть и у монеты огромные проблемы инвокер погибает уже четвертый раз за эту карту и вот она связочка бристлбек плюс пиз не убиваем бристлбек который вроде как бегает что-то как бы его и убить то нельзя и трогать то вроде его неохота а он бегает и стреляет своими килограми что делать непонятно вот погибает только судя по всему 4.11 да конечно в итоге как-то сиди си я венджер все-таки по деньгам выигрывает эту драку за счет того что дэв профит имеет намного больше кстати самое время переключиться на надворце да выигрывают не убивая достаточно серьезно мы видим 7500 на 12 минуте боже это деньги серьезные на 20 минуте таких денег не встретишь пожалуй а тут прям совсем какая-то пока однокалиточная игра пока сиди си венджер ничего не могут противостоять но спектра не такая уж и задоминированная так скажем 2.1.2 55 добитых крипов и в общем-то идет ну на 4 месте по надворцу настаёт не так уж и много удивительно что хардлайнер команды Ньюби имеет очень много денег сколько там 6400 с ума сойти просто сумасшедшее количество денег 1200 смотрят здорово попытка забрать Рошана туда долетает даггер от спектры хао оттуда выбегает в попытке хоть кого-то найти тем временем там шекер погибает его запиливает бристалбек вместе с виспом но это уже фит это уже фит да понятно шекер хотел добить свой где-то даггер блин даггер но релокет да да релокет от виспом вместе с бристалбеком ему помешал пошел хаун залетает отлично супер ноу на хайграунд горят все горят все и всегда флайбай не может ничего сделать получается перестив он погибает взрывается яйцо будет ли забирать и эксела но здорово все дело то летает на карставе и прожимает рашан остается ньюбин как и несколько фрагов 364 золото зарабатывает и в общем-то мы видим что графики отпускаются еще ниже там 10 тысяч уже как минимум но слишком хорошо все в ньюбе мы смотрим да слишком все классно 10 тысяч это на 14 минуте это не хухры-мухры это висп который может выживать даже после какого-то вообще дикого рассказа от шейкера чисто за счет своих хилов там бристалбек который в принципе почему-то неубиваемый хотя не имеет ничего кроме мекки клоак ну пт ладно стики грешен толстый толстый бристалбек 1400 особенно под виспом убить его крайне сложно что у нас у джаггернаута джаггернаута только-только летит монтостайл я так понимаю нет это пока яша но потом будет монтостайл это мне кажется всем понятно вряд ли какой-то сэнджин яша сильно в этом сомневаюсь так это что это летит это летит вангвард бристалбеку вангвард потом будет кримсон гвард потому что куплен баклер ну и минус мастер-2 по мидалейну будет ли заход на хайграунд пожалуй сейчас этот вопрос волнует не только меня не только моих зрителей но и команду cdc avengers да идут на хайграунд пытается как-то адефать издалека кидается своими птичками файр спиритами феникс но плевать ребята хотели на эти все дела минус шекер в очередной раз я даже не успеваю смотреть от него сберет но критически моментально хао получает достаточно много кстати дэмэджа ассанрей на троечку вкачан и хао нужно немножечко поаккуратнее срочно нужно выхиливать хао где мека меку можно даже заюзать пожалуй заход на барак на барак разумеется милишный заход и на живой барак да неужели вообще драться не будут ну надо же драться ребята ну вы просто сейчас так вот отдадите в игру возможно сейчас будет попытка на развороте как-то подцепить но тут вообще все фуловые даже не знаю почему ньюби отходит а нет знаю почему потому что там тир-2 еще стоят вот почему отходит ну что сейчас сломать тир-2 крипы уже подошли внизу сломать тир-2 на топе отпушить только надо тут все-таки нормально пропушил монет прекрасно понимает что своей команде он на хай-граунде пользы особой не принесет скачанными единичку вексом ну и пытался пропушить и пропушил кстати очень успешно мы видим где крипы и в ближайшее время сломать тир-2 не получится пробить бэкдор вряд ли получится у ньюби единственная проблема то что они сейчас могут зайти убить всех игроков команды CDC Avenger и те напишут гг и тогда все это становится абсолютно бессмысленно но пока отходит пока мы видим отходят возможно чисто чтобы подформить леса подождать крипов нет все-таки ньюби отойдут будут ждать рошана но я бы не стал отходить прекрасно понимаю что они все понимают и команда CDC Avengers и команда ньюби понимает что через 2 минуты закончится аегис и нужно как можно скорее его реализовывать все-таки дополнительная жизнь никому еще не мешала алиорик знает в этом толк так что спросите у него если хотите хаум пытается пропушить вот вот должен пропасть аегис срочно где крипы где крипы быстрее крипы говорят ньюби CDC Avengers нет пожалуйста подольше мы хотим чтобы аегис пропал так хоть шанс есть подраться так хоть шанс есть хотя бы разменяться там ну 4 в 3 хотя бы 4 в 2 ладно уж выиграть драку я загнул конечно хаум не узнает Blade Fury следим за аегисом потому что аегис вот должен пропасть будет очень неловко хорошо влетает тоже пошел как только проживается хаум у меня все встает убивает шекера но и все фуловы просто ньюби пошел он не слэш у хаум еще живой аегис аджун прямо в центре траки моментально погибает экзарцизм я не знаю что происходит почему-то когда ультит спектра у него все встает 4-16 счет ловят также и флайба это кг ну что 18 минут замечательная игра от ньюби выигранной в салатину линии великолепно реализованы вообще все все ультимейты все кулдауны все было очень здорово просто красота ну что ребята кто болел за команду сидите я вижу кто поставил не расстраивайтесь потому что у них еще есть шанс отыграться best of 3 серия ребята не забываем вы остаетесь нас трансляции сейчас знаете что можете сделать вк.com сдачи все дота справа на чатиком есть ссылка вы переходите там есть в шапке закрепленный розыгрыш ставите лайк подписывайтесь на группу и приходите 15 апреля на фанстрим выигрывайте аркану легион командор боже это же замечательная просто аркана самая лучшая в доте по моему мнению конечно кроме сф с вами был дмитрий сэр нельсон вы можете подписаться и на мою группу если вам понравилось как я комментирую мало ли может быть кому-то понравилось вы можете найти меня в общем-то там есть записи и там в общем комментатор сэр нельсон нажимайте на мой сник вы подписываете на мою группу если хотите если нет на нет и сюда нет никуда не переключаемся буквально вернемся через несколько минуточек рекламно-музыкальная пауза и мы продолжим смотреть за китайской дотой по-русски-то по-русски-то Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дарксира, да, гирокоптера какого-нибудь, типа, все это, еще что-нибудь, не знаю. И, типа, это все в идеале, в теории, все это работает просто офигенно. А на практике, ну, как бы, ничего. Но посмотрим, посмотрим, что может быть, CDC Avengers просто сумасшедше долго тренировали эти связки, возможно, там, хроносферы исключительно в четверях и пятерях. Феникс играет просто божественно, как играл. Ле, по-моему, да, в прошлой катке, если не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня. Ну, Ле, в смысле, в прошлой катке, когда играли IG Vitality против NewBeyank. Посмотрим, что будет здесь. Кстати, в той карте, вдруг кто ставил, еще не знаю, это же Vitality победили со счетом 2-1 в итоге, но, конечно, катка была просто дико. Перевороты, водовороты, в общем, все, что, все, все, что можно было, все было в этой карте. В этой, в этом, в этой игре, в этом матче. Все, вот так вот. Минус антимаг, минус спектра. CDC Avengers. Ну, что еще под камбу доберут? Давайте еще уверяем Дарксира какого-нибудь в Харду отправьте. Почему бы и нет? Я не удивлюсь, если действительно зайдет какой-то Дарксир, можно вообще пойти во все тяжкие передают Элдер Титана. Ну, или в конце концов, отправить Феникса Харду, взять какой-нибудь... Вот. Вот этот, кстати, хороший пик героя, который независим от особо, от своей... А почему в Харду-то? Фейслес Войт же в Харде. Ну, ладно. Что-то я немножечко перепутал. Ну, который независимо от комбинации особо. То есть, я думаю, сейчас еще какой-нибудь гирокоптер заедет. Ну, короче, ладно. Немножечко перепутал. Я забыл со всем, что Войт у нас справится в Харду. Водвера, кстати, смотрится очень неплохо. Энчантрес, булка. И он булка. Особенно в Лейте. И у Ньюби, на самом деле, большие проблемы. Виверу принято собирать... Испокон веков сложилось, что нужно собирать Дизоль Линку. Поэтому, конечно, Линка здесь обязательно появится. Чего не скажешь, например, АБД. Так что Дум Батрайдер уже вынуждены будут не бездумно вешать. Дум, соответственно, и Лассона Вивера нужно будет как-то изобретаться, да и изловчаться она-то будет. Так что пик Вивера мне нравится здесь. В принципе, даже вот так вот и посмотришь, и пик хороший. Потому что ОД это ОД. Войд это Войд. То есть, в любом случае, это два героя, которые, если все кнопки правильно прожмут, то могут выиграть Доту 2. Пятый пик для команды Ньюби. Да, счет 1 в пользу команды Ньюби. Если вдруг кому неизвестно. 40 секунд. Давайте подумаем, что еще можно добрать. Ну, Дум Кэрри и Батрайдер Харт в мид нужно очень хорошего героя, который хорошо стоит против Отвороти Ваура. Она сразу на ум прилетает. Квин оф Пейн. И Вэрочка. Но Ньюби, конечно, считает совершенно иначе. Это тот самый знаменитейший китайский Морфлинг. Сумасшедший страшный. Сумасшедший жесткий. Ну что, поехали. Давайте представим команды. Команда Ньюби. Какая играет на Ливоне? Хаун, Морфлинг, Чуайн, Энчатроск, Пи играет на Адуме, Ему играет на Батрайдере. Это Харлайн Батрайдер. Ой. Мидл, мидллинг Батрайдер. Ксим играет на Фейслес Вайде. Джун, Вивер. Юэксал играет на Фениксе. Опять в очередной раз. Монета, вот в Родивар. И Флайбай играет на Кристалл Мейден. Каких-то совсем хиленьких суппортов дает Флайбай. В прошлой игре Вич Доктор был. У этой Кристаллочка. Ну, саппорт пятой позиции. В принципе, ничего удивительного. Так, а Чуань-то у нас играет на Чуаньтрас в исполнении команды Ньюби? Кака отдали Леону? Леону отдали... Так. Каке отдали Леону? Кака отдали Леону? Не склоняется же, разумеется. Ладно. Руфу, руфу. Так, я переключил. Да, все замечательно. Ну что. Поехали смотреть. 20 секунд до начала матча. И... Иксел уже успел скушать вард. Да, чужой. Нашел он вот здесь через центрю. Вел так аккуратненько его. Бэтрайдер, говорит. Вот этот парень. Вообще красавчик. Так, ну, кстати, у КСПи могут быть большие проблемы у КПи. Прошу прощения. Ну и спокойно размяну. Интересно. Вот это был хороший мув. Ну, что в итоге у нас в сухом остатке. Забирают обе баунтируны. Обе команды. Сетест на Ньюби достается немножечко. КСПи и голды. Ну и CDC Avengers. Мстителям CDC тоже достается немножко. Ну и тут у нас CDC Avengers предподносят сюрпризи. Вивер Мидллин. В харде стоит Void. Но к этому мы привыкли. Лиса отправляется в Лайбай. Ничего удивительного в этом нет. Ну и... Вот World Divor. Монет. Монет, монет, монет. Монет отправляется на Изилайн. Решили поменяться. Говорит, Джуд, плохо стоял Мид. Сейчас я покажу тебе, как на Вивере против Бэтрайдера стоять. Вот ты убедишься, что плохо сыграл. Что у нас на нижней линии от команды Ньюби? Хао. На Изилайне. Че, Антерс в личах? Упу. В лесах? В личах. Ну и в харде стоит Doom. Вот так вот решили все-таки сыграть. Я думал, что будет Doom и на Изилайне. Что Мид будет морфинг. Ну, в общем-то, ничего из моих предсказаний не сбылось. Ну, будем смотреть. В общем-то... Ну, пока Му прям вообще опять в салат переигрывает своего противника. Но Му это Му. Му умеет Магет. Он в предыдущей игре на Банше просто разнес в салатину своего оппонента. Сейчас тоже отыграют просто шикарно. Каков погоня за Кси. Попытка его немножечко раздамажить. В общем-то, получается очень неплохо. Так как выходит все-таки первый уровень на второй минуте. Там уже морфинг второй. И семь добитых крипов в морфа. И восемь задинайных. Вы посмотрите. Просто на это. Восемь-восемь. Восемь-девять. Хао. Ну, Хао просто что-то невероятное показывает. Перемещение от Ньюби к Пи. Сан-Рей. Ну, Сан-Рей это Сан-Рей. Первый уровень Сан-Рей. Это, конечно, вещь весьма сомнительная. А вот здесь попрощаться может Энчантрас со своим кентавром. Может затянать. Хорошо. Чуантрас божит. Сигнатурочки. Сигнатурочки. Подъехали для Ньюби. Это морфинг от Хао. Мы все наслышаны об этом морфинге от Хао. Ну, вот я ничего не знаю по поводу Батрайдера от Мул. Ну, может быть тоже какой-то нереально сильный. Про КПи, конечно, я мало слышал. Да, мне кажется, мало кто слышал вообще про КПи. Кто-то даже, возможно, не знает, кто это. Например, это я, если честно, КПи я не видел на профессиональных сцене. Ну, видимо, пришло время увидеть. Почему бы и нет? Так, Войт. Нужно быть поосторочнее. Четыре секунды еще до таймволка. Но, как я говорю, да ладно, типа, затычками затычкую. Ты, главное, Хао фарми. Динай. Главное динай. Семнадцать за динай на крипов у Хао. Восемнадцать. Боже, что он творит. По-моему, там максимум вообще выносит он с этой линии. Ну, Хао, конечно, показался какой-то бешеный крипсталк. Какая-то бешеная способность к фарму. Джун Эл, кстати, видит. Его, кстати, видят. Пошел шиквейф. Нет, не пошел. Ну, может отдать. Джун серьезно так проседает. Приходит Сэмочка в смоках. Замораживает. Сатира очень неплохо. Ну, да, согласен. Качество действительно не очень. Ну, тоже руха, потошь. Понимаете, как бы сами должны понимать. Что вайда? Это второй уровень. Укси вообще все очень плохо. Ну, прям совсем плохо. Я давно не видел таких вайдов, которые прям совсем проседают. Ну, и по экспириенсу, и по фарму. Ну, а Хао не дает вообще лишних с пулечки, пацан. Он не дает 28-22 на четвертой минуте. 30-22. Ну, божественная игра от Хао. Я давно такого не видел. Очень классно. Очень хорошо. Ну, конечно, дает ли он возможность такую, да? Так вот сильно про... Про буси, так сказать. Хао дает возможность ему пустануться. У него заход на Тир-3. О, Тир-1. Прошу прощения, конечно, Тир-1. По нижней линии. Втроем аж вышли. Ча. Со своими крипами. Джун пытается как-то немножечко поразвлекать. Детекшена нету. Детекшена на Вивера нету. Так бы, возможно, наверное, бы даже и отъехал. Все-таки нету еще таймлайпса у мидера команды CDC Avengers на пятой минуте. Это на самом деле мощно. Ну, а дефол, а дефол. Хоть немножко там First Blood на Войде. Причем, посмотрите, где? Му. Через лассо. Между Тир-1 и Тир-2 забирает его. Ай-яй-яй-яй. Ошибка. Ошибка от Войда. Ну, совсем сейчас все печально. Третий уровень. Четыре добита крипа. Но это называется подошел поформить на миде. Немножко. Чуть-чуть. Подошел поформить. Погиб. Все. Ну, бывает такое. Ничего с этим не поделать. Все-таки шестой уровень уже батрайдер практически седьмой. Но пока муба жит. Пока муба жит. И в той катке, и в этой. Пока играет, конечно, просто великолепно. Ну, и к хау тоже вопросов никаких нет. Чего? А интерес? Ну, купите вы просветку. Вот сейчас опять же изи. Изи Джун. Изи Джун для команды Юби. Но они хотят его забирать. Сейчас-то уже, конечно, нет. Там таймлапс появился. А вот буквально несколькими минутами ранее можно было попробовать забрать. Что у нас у Творл Диварра? 33 добиты крипа ПТХ, надеюсь. Вряд ли это Мидас. Сильно сомневаюсь. Не должно быть никаких Мидасов на Творл Диварре. Да, слава богу, это Пауэртретс. Ну, и, в общем-то, основная надежда, пожалуй, на CDC Avenger. На то, что они все очень грамотно прожмут. Потому что Вивера 20 добитых крипов, что, конечно, ни в какое сравнение не идет. Ой, да ладно, Войт погибает второй раз. Что происходит вообще в этой игре? Как он так быстро отлетает? Я даже не знал, что... Ну, ладно вам, все. Хорошо, 2-0, седьмая минута. Юби опять лидирует и ломает Тир-2. И причем вообще не собираются останавливаться. Вы только посмотрите на это. Просто катком идут по команде CDC Avengers. Вообще ничего не могут. Голову не могут поднять CDC. Куда ни прийти, везде проблемы. Что делать? Как быть? Черно упало. Да, все. Хао сейчас немножечко, возможно, подформит в лесах. Да, спасибо большое. Плавленный сыр. Большое спасибо. Ну, тут уже все у нас хорошо. И с трансляцией, в общем-то, и с доткой. Китайский фэрвол позволяет мне немножечко посмотреть. Если сейчас Кси выйдет вот сюда, он погиб. А, нет, какая... Плевать, в общем-то. Ну, это минус Кси. Сейчас будет танчик по таймингу. Очередной раз погибает Войт. Третьего смерть я увидел. Ну что, у Вайда все отвратительно. Конечно, это не в пример Вайдам, который мы видели в катке IG Vitality против команды Newby Young. Там были просто шикарные Вайды в исполнении Инджелая, в исполнении Тулэя, которые ставили сумасшедшие куполы в четверых, в пятерых, в восьмерых, во всех, в общем, людей. И ставили они эти куполы и побеждали в своих играх. Здесь все отвратительно. 0-3-0. Без шансов, такое ощущение вообще. Полторы тысячи человек. Всем огромный и большой привет, дамы и господа. Ребята, у меня для вас есть сюрприз. Вы переходите по ссылке, которая находится над чатом справа, vk.com slash ucc.dota. Так, ну можно, наверное, переключить Nenforce. И ставите лайк записи, которая закреплена в шапке. Это розыгрыш Арканы на Легионку. Результаты вот уже скоро, 15 апреля. Не нужно ничего репостить. Просто нужно поставить лайк и подписаться на группу ВКонтакте. И у вас есть возможность выиграть замечательную Аркану на Легионочку. Я тоже бы хотел поставить. Я тоже хочу, но нам нельзя, к сожалению, потому что стримеры могут выиграть. Это нечестно. Это неправильно. Стримеры нашей студии, разумеется. Батрайдера появляется, блинк дагер. Теперь и у Джуна большие проблемы. Таймлапс от какого-то дикого бюрста его не спасет. А если и дум получит свой шестой уровень, то это минус вивер однозначно. Даже, пожалуй, без лассо, так скажем. Так, Джун. Ну, и к Пи нужно немножечко отойти. Поаккуратнее действует. Очень аккуратно вообще действует. Ньюби не допускает. Пока я такого прям суперявной ошибки еще ни одной не видел. Вот в этой игре, по крайней мере, великолепное исполнение. Но вот они, смоки. Вот они, выход на монета. Ну и только осталось ждать. Так, ну... Хао тоже рядом. Я, знаете, не уверен, что получится здесь забрать монета. Он очень далеко смещается под свой тавер. Тут рядом находятся и Феникс, и Вивер, в общем-то. Да, монет здесь однозначно выживет. Слишком много героев оказалось рядом с ним. Ну и Хао нужно убегать. Возможно, здесь кого-то будут еще догонять. Большие проблемы лучше. Но там есть таймлапс, он спасается. Ну что, неплохо. Ой, Флайбай, ты что делаешь? Зачем? Что за фитоценки? Что он делает? Минус. Ну и что? Ну продамажил ты Хао. Он начинает перекачиваться. И фиг ты его догонишь и убьешь. Что это такое? Ну Джун... Ну, кстати, нет таймлапса, но нет и детекшна, нет контроля на него. Здесь Джун выживает, конечно. 4-0. Непонятный выход от СМК. На что она надеялась, тоже не совсем понятно. Дает это время. Это время дает немножечко войду. Хоть чуть-чуть подфармить. Хоть чуть-чуть получить экспириан. Мы, кстати, практически шестой. Может быть... Нет, все правильно. Все он правильно тут делает. Я думал, что может туда как-то прилететь, помочь своей команде. Это бред. Здесь у нас драка. Вот Вородивар прячется на последних и так. И, наверное, его здесь должны добивать. Погибает ли он? Пошел Дум в Джуна. Да, убивает от Вородивара. Не знаю, Джуна получится убить или нет. Хао укатывается на вейформе. Ну и все пока неплохо. Акпи, да, дал Дум Чуна. Джуна выживает. Акпи здесь однозначно отправится в таверну. Чуань не хочет спасать своего оппонента. Ну и вот они первые два фрага в исполнении команды CDC Avenger. И как вовремя пришел сюда Кси, получает шестой уровень. Так что, возможно, сейчас еще можно попробовать где-то подраться. Если, например, сейчас хорошо поймать Мол. И туда зарядить вообще все, что можно и нельзя. То даже можно как-то закамбачить чутка. Ну, чуть-чуть, правда. Чуть-чуть совсем. Так, давайте посмотрим на графики. Камбэк. Ну, я вот не уверен, что это прям такой большой камбэк. Четыре тысячи преимущества по NetWars у команды Nubia. Ну, да, немножко убили двух. И то, и то, наверное. Микрофон и голос. Ладно. Скорее всего, микрофон не очень хороший. Двенадцатая минута. И Кси начинает бить Тауэр. На верхней линии. Вот он вроде как задоминированный в салат. Войд в начале. Теперь уже имеет возможность поставить хорошую хроносферу. Получить много достаточно экспириенса. И догоняет хотя бы саппортов. Раньше он даже саппортов не доставал. Уже неплохо. Двенадцатая минута. ПТ приобретает себе Войдецкий. Ну, ждем. Ждем дальнейших выходов от Морфлинга. Покупаю, кстати, из себя Линкесферу. Линкесфера с такими успехами будет где-то минуту, наверное, через... Минутки через 3-4. Появится она. Мы видим, что 82 добиты крипа. У Морфа, конечно, все просто шикарно. Хауа получил полный фрифарм на своей линии. Воспользовался этим шикарно. 4-0 у него. 4-0-0 у Морфа. Это... На двенадцатой минуте это просто прелесть. Будем надеяться, что CDC Avenger как-то... Как-то смогут... Как-то смогут вернуться в игру, как минимум. Они уже, в принципе, вернулись. Смотрим, там тысячи три, наверное. Нет, по-прежнему четыре тысячи. Как только идет затишь, я не перефармил своих оппонентов. За счет Морфлинга в основном. Так. Кси влетает. Тут же получает Хекс. Отличная реакция от КК. Станчик на дэмэджи не хватит. Дэмэджи не хватит. Забревает Леона. Помощи вообще никакой не было. Так. Я так понимаю, пришли люди, которые... С этого... С English... English Stream'а. Welcome to our Russian Stream, guys. Аааа... Enjoying our commenting. Enjoying our casting. Ну что, 14-ая минута. Опять три. Убивает Леона. А, нет. Понятно. Ладно. 14-ая минута. Продолжаем смотреть. Я думал, что может быть что-то интересное будет у нас в чатике. Но нет. Но нет. Но нет. Да, я понял уже. Так. Хекс. Должен быть стан. Finger of death. Без шансов для вивера. Вообще. Ну, здесь, конечно, вивер сам подставился. Ааа... Нету тир-1. Нету тир-2. Этот парень идет, фармит рядом с тир-1 противника. На что он рассчитывал вообще? Вивер непонятно. Без вижена. Без чего, что ни было. Так что, мстители, вот в таких вот моментах, пожалуй, по макро игре, они проседают. Вот мы все это прекрасно видели. То, что какие-то непонятные движения, телодвижения по передвижению, по карте. Ну, и это чревато. Чревато смертями. 5500 у вивера. Первая смерть его, да. Никакого стрика там не было. Но, тем не менее, он занимает первое место в своей команде, по крайней мере. Хотя в Эпен-эдворце. То есть, убить его очень приятно. Особенно Леону. 500 голды за голову вивера. То есть, очень неплохо. Леону, которому нужен и Блинк Даггер, и Линза. И чего ему только не нужно. Ну, это, конечно, крайне большой плюс. Взять и убить. Какого парня. Да, я знаю, ребята, с микрофоном небольшие проблемы. На будущее, вдруг кто хочет заняться стримерством. По примеру многих. Ни в коем случае не берите... Наушники с микрофоном. Как правило, это... Ну, кроме, конечно, супер каких-то профессиональных. За несколько тысяч. Которые используются исключительно там где-то на больших турнирах. Ни в коем случае не берите. Потому что на них просто ужасный микрофон. Вам проще взять хорошие бюджетные наушники. Отдельные, отдельные, хороший бюджетный микрофон. Я об этом немножечко уже потом. Я только поздно это понял. Так что, ребята, вот так. Так, барабаны. Ну и попытка, возможно, подцепить какого-нибудь Дума. Не знаю, кого-нибудь. Ставится хроносфера. Одновременно разделилась драка на две части. КК пытается уйти. КК уходит на телепорте. Она убивает Дума. Ну, ладно. Дум погиб. Ну, летает Му отсюда. Да, ну, подцепить нечем. Флайбай бежал. Хотел уже кастануть свой фростбайтик. Но не успел. Здесь все временем падает Тир 2. На Миддл Лейне. Уворачивает это Аркейн Орб Хау. Хорошо. Но поставился Чуантерс. Не знаю, получится убить его или нет. Ну, вообще, да. Ой, дикий рассказ Чуаня. Просто лютый... Лютый хейт просто. Минус еще один человек в исполнении CDSE Avengers. Минус Чуантерс. 4 тысячи над Уорса. Кси пытается. Ну, Кси оставили в покое. Кси, наконец-то, дорвался до Крепочков. Практически имея девятый уровень. Ну, вот не так уж сильно и проседает Войт. Смотрим. 4 тысячи над Уорса. Хардлайнер, да. Там отстает от Дума. Но все-таки Дум... Дум-то, Дум. Кстати, Дум как-то вот и совсем бесполезным выглядит. 0-2-0 у Дума. В отличие от того, уже Войда, который хотя бы 0-3-4. То есть, ни одного Дума пока не было полезного от этого Дума. Никакого выхода. Никаких хороших там... Вообще ничего пока Дума не было. По игре, реально, Дума, не видно. Ждем. Ждем выхода АКП. Возможно, дело в том, что он купил себе Мидас. Это серьезно. Он бросил его назад в плане приобретения артефактов. Но в скором времени, конечно, он нафармит свое. Нафармит свое. 5500 все-таки у него. Как ни крути. Как ни крути. 19-ая минута. Смотрим, по-прежнему, 4000. Очень ровно все. Сейчас, на самом деле, игра идет до одной ошибки. Если опять Юби сейчас также фиданут, то у них возникнут проблемы. Но погибает будет больше. Бедный Войт я пропустил. На нем 4 смерти уже. 3. 3 смерти на нем пропустил. Тут все просто. King of Death. Хекс. Стан. Хао. Улетел. Вайформа. До свидания. Без шансов. Будет ли попытка убить КПи? Третий раз было бы очень неплохо. Че уж. Наш Войт Фидидит пускай и Харлайнит Фидонит. Но пока не получается. 2-1-2. Счет у Монета. Тот же пока по игре World of War не видно. Но опять это связано с тем, что он все-таки покупает Семидас. Этот злосчастный. А стоило ли оно того? Да, CDC Avengers уверенно затягивает икру в лейт. Но Юпи тоже, как скажем, не торопится идти и убивать людей. Потому что понимают, что... Верят своего морфлинга, да, так скажем. То есть у нас есть морфлинг с Монтой, с Эзералом. Он, ну, то есть убивает точно какого-нибудь одного парня за прокаст. Того же Семка. Просто он ее не чувствует. То есть уже минус герой. У Ньюби и так героев легко не пробить будет. Я больше чем уверен, что Леон уже достаточно жирный. Все-таки 1000 хп. Никто там моментально 1000 хп не сносит. Прямо, в смысле, прям сразу. Берст дэмэджа такого нету. У CDC Avengers. Так что в этом плане, конечно, Ньюби выглядит поувереннее. Ловят Джуна. Все прожали в парня. И даже, кстати, зачем? Не совсем понятно. Там все-таки от Хауза летает сумасшедший дэмэдж. Свои формы и адаптив страйка. Увидели, как отлетел. Вивер. Ну, нету дума. Ну, хотя бы что-то. Дум чисто дал дум для того, чтобы получить ассист, что ли. Или не знаю. В общем, просто рядом находиться ему было недостаточно. Потому что он понимал, что нам ничем не достанет по нему. Ну, видимо, зарядил дум только ради этого. Ну, что ж. Хотя бы что-то. Какая-то денежка, какая-то копеечка упала. 6700. Вот, думаю, покупается. Блинк даггер. Ой, какой хороший артефакт. Влетать и затыкать вайда до драки. Затыкать от Ворди Ваура до драки. Это, конечно, дорогого стоит. Но самое, наверное, главное заткнуть от Ворди Ваура. Потому что парень в вечном сайленте, еще раз повторяю. Особенно такой, как от Ворди Ваура. Ничего сделать не может. Совершенно. Сейчас самая грамотная политика от Нюбия. Вот так вот еще пару раз убить какого-нибудь Вивера. Пару раз здорово было бы подцепить ОД. Но ОД сложно, конечно. Очень сложно пробить. Парень крайне, крайне толстый. Полторы тысячи здоровья. Как-никак. Как ни крути. Очень много ХП. Покупается было в Дискорда. Феникса. Ну, он и до этого доносил, конечно, крайне большое количество демоши. Вот этот Феникс мне нравится. От EXL. Здесь он выступает, конечно, намного лучше, чем в прошлой игре. 1-0-3. 44 добитых крипа. Пока все хорошо. Хотя бы у него. Потому что в остальном у команды только монет более-менее. И то я не солидарен с покупкой Мидаса абсолютно. Ноутворд Деварри вообще. Ну, то есть, совсем. Для меня в разы полезнее собрать ротов Атос. Да, или кого-нибудь Форсик. Ну, лично для меня. Я уж не знаю, как для остальных. Профитнее, так скажем. Просто проблема в том, что тут у Форлинга, боже, 23-я минута. Вот, ребята. Начинающие гиберспортсмены, которые хотят научиться играть. Хао. Морфлинг. 6-0-1. 200 добитых крипов на 22-й минуте. Ну, практически 200. Линка, ПТ, Аквила, Грежен и Стихи и Эвероблэйд. 13 тысяч нетворса. Брау Хау. Тем временем, сидите, я выжил. Часть команда находится в смоках. Часть забирает Рошана. Вот вроде ворот. Айгис. Хорошо. Ну, и разбегается. Юби, как бы попытались что-то сделать. Но разменялись на тир-1 хотя бы на топе. Поэтому, в общем-то, не так уж и плохо все получилось. Появляется Блинк Дайгер у Вайта. Ну, тайминг, конечно, так себе. Самое забавное то, что он собирал Владмир, потом забил. Все-таки собрал Блинк. Наверное, понял, что... Так, ну... Кстати, Хао, тут пытался в Соляново что-то придумать. Нужно быть немножко поосторожнее. Finger of Death. Минус Феникс. Будет еще кого-то цеплять. Цепляй ты, Джуна! Ай-яй-яй-яй! А хватит ли демеджа? Хватит демеджа. Нет, и успевает. Амлас юзается. В просветке нет. Ну, и покупается Линка. Здорово. Все. Здесь повезло, конечно. Сиди себя венчер достаточно серьезно. Мы видели, да. Мы видели, что Морлин, конечно, может убивать. Но пока не хватает. Чуть-чуть не хватило демеджа для того, чтобы убить ЦМку. ЦМка выживает. Или она погибла все-таки? Так, что-то ее... Момент этот... Нет, она выживает. За нее погиб Феникс. Кпи. Ну, вот крайне опасно так фармить. Вот World of War, пожалуй, с этим парнем разберется и в Соляново. Так. Видят. Кпи. Ой-ёй-ёй, Арканорб долетает. И тут же Моны не хватает на Doom. На самом деле, не могли бы попытаться его убить. Монет мог просто пойти за ним. Знал, наверное, что где-то ТПАУ делает. Возможно, бы успел и кинул бы в Астрал. В тюрьму Астральную. Imprisonment. Imprisonment. Как-то так. Imprisonment, да. Imprisonment. То есть. Заключение в Астральную тюрьму. Что будет дальше у Хау появляться? Ну, наверное, Монта все-таки. Дэмэн же нужно с руки тоже наносить. Потому что кроме него, Ньюби, больше никто не может бить с руки. А мы, как понимаем, все прекрасно выигрывают. Вот вовсе не в Доту выигрывают не магии, к сожалению. Не магии выигрывают в Доту. Выигрывают ловкачи, которые просто бьют с руки без шансов. Ну, в смысле, имею ввиду, конечно, на 35 плюс минуте. А здесь будет 35 плюс минута. Потому что Ньюби действительно торопиться вообще некуда. У них огромный морф с потенциалом. Сумасшедшим просто. У них Enchantress, который, в общем-то, выходит в свой Dragonlance. Будет выходить и выгоним дальше. То есть есть куда развиваться еще. На Doom, который крайне полезный. Соберет БКБ и, в общем-то, станет таким жестким танком-дпэйсером. Ну, дпэйсером вряд ли. Но танк, он будет действительно мощный. Ну, и бэтрайдер с суперполезными какие-то. Лотус, арбами, возможно. Может, линкус. А, зачем линкус? Нет, лотус арб, наверное, здесь линка-то есть. То есть, в общем-то, есть куда расти. Ну, то есть, я не беру в расчет всякие хиксы и прочее-прочее-прочее вещи. На самом деле, можно толком можно предчислять, что там бэтрайдер может себе приобрести. Ну, как бы то гибло. 4 тысячи всего начинают лидировать над своим противником морфлинг. Это стоит задуматься над этим. Потому что монета не убивает. Монета не убивает. Монета фармит нон-стоп. Ходит и ломает твыра. То есть, а Ньюби даже ответит. Они ничем не могут. Потому что Ха, уже на топе покупает мифрилхаммер. Дезолятор. Ну, вряд ли БКБ. Хотя, может, и БКБ. Нет, зачем БКБ-то здесь особо. Изолятор, наверное, да? Скорее всего, дезолька. Уворачиваются как вовремя. Какая здесь его не увидели. Но там есть еще блингдагер, если что. Так что. Может быть бы я ушел просто с блинга. Это... Это БКБ. От Хао. Морфинг БКБ. Против чего? Ну... Я не знаю. Правда. БКБ здесь смотрится весьма спорным артефактом БКБ. Кроме того, что ты... Ну, тебя не будут бить... Ловить в астрал. Ну, разве что против ОД собирается этот артефакт. Так-то, ВД, в общем-то, Морфа очень неплохо бьет. Здесь, кстати, улетает ли он? На ТП. Тем временем забирает Тир 1. Только Тир 1 забирает Сидиси Абвентер. Здесь уже Тир 2 упало. Появляется БКБ также и у Дума. Ну, сколько там до БКБ у Морфинга? Так-то уже... А, все. Готово. Здорово. То есть, сейчас можно выходить уже куда-то кого-то искать. К сожалению, да, игра у нас не слишком активная. Не чита. В первой игре 9-5, 28 за 28 минут. Это слабый результат, конечно. Крайне слабый. БКБшечка ОД. И заканчивается, кстати, Аегис. Рошан появится через 3 минуты. Юби понимает, что закончился Аегис. И сейчас вот самое время юзать смоки и искать кого-нибудь. Или не юзать смоки, просто идти искать кого-нибудь. Вот ночью как раз, да. В четвером ходят. Морфлинг отдельно стоит. Также Бинк появляется еще. И у Твардивара еще и Блинк появляется. Десятисекундное БКБ. Блинк. Ну, если Ньюби классно прожмут свои кнопки, если он смеет классно влететь, кого-то заткнуть, кого-нибудь вайд, да, или что-нибудь такое, то они выиграют драку. Если же плохо прожмутся кнопки, или, например, кто-то за какой-то ультимейт не умирает, например, за ультимейт Батрайдера, если кто-то не погибает, то это Габелло. Это, блин, вообще прям проблема становится. Серьезная. Так, большие проблемы все ловят его лассо минус суперного стоит супер новая защита я так понимаю для того чтобы дальше не пошли ну и минус фейсла свой то ну вот она вот она проблема ты собирая не собирая bkb все но придет думы даст и дум и от тут и все и делать что ты хочешь с этим стоишь он bkb хоть тысячу лет да ну проблем сиси avengers вот они вот слишком зависимы слишком зависима своей как бы то странно звучало и героев от своих ультимейт 10 517 личный творца морфлинга ну хао это хао хао не хао 603 271 крип 10000 преимущества ну конечно списывается счетов сидите avengers еще рано все-таки зачем ты сделал ладно рановато конечно вписывается счетов все-таки ой диффузел blade интересно все-таки если хроносфера хорошо зайдет если все залетит вообще просто перфекта вышечка топчик то есть суперновка и фринзинг филд и сэндекс и клипса в конечно выиграют сала драку тут вопросов нет единство что а дадут ли им вообще ньюби провернуть все это да возможно будет поставить купол но д все время будет получать все время будет сбивать линку который на него будет повешено и все время будет получать doom цемка не герой если ссори если кого-то обидел но вы сами прекрасно понимаете но хорошо на в профессиональных играх так себе надо посмотреть кстати какой винрейт вообще уценки профессиональный доча в этом патче появилась пиках в одно время вообще пропадал потому что и энчантерс не пикали вроде как и зачем цемочка тоже большой вопрос но и заход на рашан от ньюби рашан есть рашан их здесь 7 венджер слишком далеко до юзают смоки готовы готовы идти бежать драться но и дюби посмотрите не так уж и охотно заходят на него они ждут когда сидится венджер сами придут к ним в руки потому что конечно стоять и ждать когда войдет влетит и поставит свою хроносферу никто не хочет в таком рашпите таком маленьком месте нужно нужно очень аккуратно действовать ними сейчас они могут проиграть файт вот сейчас прям в салат вот сейчас будет залетел больше такая красно баллы слайба и ставит вар тут же моментально разбивается пока бы монет влетает начинает бить на блинке уходит в кака как же как же как же жестко развели развели на бкб сейчас товарищ вот вроде вора теперь совсем не герой вылетает но цепляет флайбая ну хотя бы флайбая ладно было бы здорово конечно подцепить кого-нибудь там какой-то си но все не подправился все стоял слишком далеко вынуждена просто делать бы кстати есть форсик ценки она не такая уж и бедна 4800 видали мы их цевочек победнее так скажем мы ждем браку ждем драку на рашане я с и avengers нет наверное смоков заходит просто по нижней линии под форму еще и линии по ходу ухо нормально наваливает главное чтобы вы не успели зафокусить думают не люби сидите avengers хорош позиция у сидите avengers классному ловят му ловят мой нет уж ой хорош храна сфера по двоим туда за это суперного пытается убить монета тот подумал ахо проживает бкб начинает бить суперного суперного падает чуань живет до последнего как же живет чуань чуань должен жить погибать все-таки от семочки будут ловить еще кого-нибудь убили воды убивает также наверное еще и ксиджу начинают доволивать большие проблемы нету так как так то нету просветки на ну ну нет добивает его здесь горлайк уже хао му уходит все-таки налог и педи конкси тоже уйдет есть т.п. т.п. делает ну и что могу сказать я вам дамы и господа не у меня очередной файт выигрывает это рошан до небе была неплохая позиция хрансферка поставлена по двоим но даже не было даже не было потому что что потому что был doom на отвороте в аваре парень делать ничего не может ну жестко жестко его контрит этот дом вообще прям дико и даст 35 минута феникс мидас ну что ж ладно 1700 где хорошо буду почаще показывать стоки боя да просто когда один человек погибает типа смысл показывать 600 500 галтык стандартно она получает все приобретает гемчик cmk в общем то что что хорошего можно вынести из этой драки то что если вот захочет будет поставить купол будет поставить очень даже неплохой купол но если вот ворот на отворде варе будет дум все что сделает сидите avengers абсолютно не имеет никакого значения потому что дэмоджи носить некому кто должен носить купол дэмэдж вивер который просто бегать для того чтобы хотя бы его просто не убили живет по максимуму там мансит он должен носить дэмэдж ли кто или супернова феникс 12 уровень это все конечно здоровому прожимая firefly о линка и в таймлапс и не видят его не видят не видят не видят видят минус ладно да ладно пробежал по firefly зачем непонятно минус вивер и минус вивер без байбека если сейчас юбе хорошо все опять же сделают все классно прожмут минус игра минус сторона наверно нет игра наверно еще не минус все-таки храносфера не будем забывать может может вернуть в игру команду тидиси мстители халл прожимают бкб начинает пилить вышку а зачем такие жертвы там есть а едет хорошо так на него рассказ влетает мог какой байт его строго прячет монет здорово сыграно а где он ну его правда убивает в любом случае храносфера потроим где дэмэдж а дэмэджа нет а почему а вивер там где-то вообще далеко за туманами погибает войд будет ли еще кого-нибудь попытку убить да минус лайба это значит монет стоит здесь но это это без шансов 60 секунд после байбека погибает семечка но не сразу байбек был сделан от нее и на сторона небе не потеряли ни одного ну и я наверное бы сошел еще на одну сторону монет влетает эклипс вообще не дамажит монет хоть 20 на воронах вроде интеллекта но толку от этого немного на него влетает и его убивать дачу антрас запинали джун влетает там лавс и дом на джуна какая игра от небе сидисе венчерс проигрывает в этой карте за 37 минут удержали немножечко дольше но это тем не менее 2 0 и причем вообще в дикий салат итоги боя еще 100 но тут мне кажется бессмысленно 20 люби побеждает в этой карте всем огромное спасибо за просмотр с вами был очка по 5 сезон с вами был дмитрий сэр нельсон с вами был студию с вами была подписанную группу вконтакте подписывайтесь на нашу группу вообще вконтакте и нашей группы нашей студии выка . с нашли сидота справа на чатиками ссылочка вы переходите вы делаете лайк ставите лайк записи которая прикреплена в шапке подписывайтесь на группу и ждете розыгрыша арканы на регионку которая пройдет 15 апреля в режиме онлайн всем огромное спасибо за просмотр небольшая рекламная музыкальная пауза на сегодня я с вами прощаюсь возможно кто-то из моих коллег будет стримить еще что-то сегодня на этих каналах приходите смотреть их с вами был дмитрий сэр нельсон еще раз подписывайтесь на все каналы так же до скорых встреч 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 в следующем году в следующем году у нас пока не появляясь кин scientific beam это чуть дальше мы застрелим обрала Субтитры сделал DimaTorzok